Итак, мы с вами в студии программы подробности, как уже было обещано у нас в кресле гостевом известный рязанский политолог Александр Семенов. Александр, вы были мною обещаны нашим зрителям и обещаны с темой Крыма. Но если серьезно, то действительно на полуострове все меняется в этой автономии. Буквально, если не каждый час, то каждый день это точно. В ближайшие выходные референдум. И вот расскажите нам, доступно, просто и понятно, как могут развиваться события и, естественно, применительно к судьбе России тоже. На референдум вынесли два вопроса. Первый вопрос относительно того, согласны ли крымчане войти в состав Российской Федерации и стать новым субъектом Российской Федерации. Второй вопрос – это возвращение к Конституции 92-го года, когда Крым имел очень широкую автономию. И здесь, конечно же, сейчас сложно загадывать, как проголосуют крымчане. Но и тот, и другой вариант, он теми властями, которые сейчас находятся в Киеве, он рассматривается как негативный. Для нас, конечно же, в первую очередь интересен первый вариант, если большинство крымчан проголосуют за то, чтобы войти в качестве нового субъекта. И Совет Федерации и Государственная Дума уже готовы к этому, готовы принять в ускоренном порядке. В упрощенном и ускоренном, да, нового субъекта. Но после того, как мы примем Крым, тут будет возникать ряд таких, ну, так скажем, инфраструктурных вопросов. Да, потому что это будет такой вот субъект, это опять анклав, да, который не имеет общей границы с другими субъектами Российской Федерации. И тут будут, естественно, возникать вопросы, ну, в первую очередь, это электрогазоводоснабжение Крыма, да, выстраивание финансовых отношений и так далее и тому подобное. То есть, на сегодняшний день, мне кажется, в первую очередь нужно думать об этом, об этой перспективе, как действительно выстроить взаимоотношения с новым субъектом таким образом, чтобы субъект и граждане, да, Крыма, которые проголосуют за то, чтобы войти в состав Российской Федерации, ну, почувствовали себя действительно россиянами и почувствовали поддержку Российской Федерации. Не просто вот вроде бы вошли, а ситуация ухудшилась, потому что, скорее всего, она ухудшится вот именно в плане инфраструктуры, да, то есть подача электроэнергии, воды и газа. На сегодняшний день все это в Крым поступает из Украины, да, и каким образом вот этот вопрос будет решаться, это первое. Второе – это, естественно, признание международного сообщества, да, вот этого вхождения, ну, мы видим, что наши западные, так сказать, партнеры крайне негативно реагируют на все это, уже заранее объявляют результаты референдума нелегитимными, нелегальными, то есть неправовыми. Хотя, опять-таки, есть прецеденты, есть прецедент Косово, да, и есть два прецедента в Европе, в том числе, которые тоже произойдут, вот произойдут, ну, чуть-чуть попозже, ближе к лету. Это референдум в Шотландии, да, о выходе из состава Великобритании, да, и референдум в Каталонии, в Испании, абсолютно тот же самый, да, то есть о выходе из состава Испании, о создании самостоятельной республики, да, вот почему-то западных партнеров вот эти референдумы, да, там, Косовский референдум, значит, Каталонский, Шотландский, они как-то их, вот они их считают легитимными, они их считают правовыми, а вот референдум в Крыму они почему-то не считают, да, хотя, опять-таки, устав ООН предполагает самоопределение нации, и референдум в данном случае это высшая форма прямой демократии, да, то есть результаты референдума, они не требуют каких-то дополнительных оформлений, там, в виде, допустим, каких-то указов, законов, да, поэтому вот тут вот эта ситуация непонятна, и, как мне представляется, естественно, если большинство крымчан проголосует и Крым войдет, то, естественно, международное сообщество не будет признавать данный факт, да, ну, вот уже грозят какими-то санкциями, хотя санкции, на мой взгляд, ну, такие достаточно смешные. Ну, какая-то ерунда, вообще, честно говоря, уже не услышат меня западные, знаешь, там, приостановление переговоров о визовом режиме, об отмене визового, да, с Евросоюзом, хотя эти переговоры два года идут между Россией и Евросоюзом, и никаких подвижек в этом вопросе, в принципе, нет. Вот можно я реплику вставлю относительно того, как там реагирует, почему же тогда вот это так называемое западное сообщество признало власть вот эту новую, так называемую, украинскую, которая была взята, ну, буквально рейдерским захватом. Да. Рейдерский захват власти, все такое, ну, Майдане, Пошуми, поломились, этих выкинули, своих поставили, и теперь говорят о том, что вот мы легитимная власть, вот мы с этим согласны, с этим согласны. Ну, ладно, это реплика, о Крыбе продолжим. Там, ну, замораживание активов, да, некоторых чиновников, ну, собственно говоря. По мне бы оно было бы и не было. Да, на самом деле президент Путин давно уже объявил, да, о том, что государственные служащие, муниципальные служащие должны отказываться от зарубежных активов. За это спасибо. Да, да, тут можно забытным партнерам сказать спасибо, потому что они, на самом деле, таким образом поддерживают политику Путин. Да, ну, там отмена, да, там, саммита ЕС-Россия, опять-таки эти саммиты проходят. Каких-то вот действительно продуктивных результатов от них пока не было. Вот этот саммит без России, ну, что он будет, огромнейшая страна, и он, мне кажется, без России будет так, тоже, ну, собрались, солдатики поиграли, разошлись. Ну, по большей части, как мне кажется, западные партнеры, они чуть-чуть не понимают, что в целом меняется вообще геополитическая ситуация, да, И вот та гегемония атлантических стран, там, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, да, Германия, Франция, на сегодняшний день, ну, она уже уходит. Да, это реалии нового мира, и, ну, они пока с этим смириться не могут. Да, Россия начинает играть все более активную роль на международном арене. Китай, Индия, Бразилия, да, вот как раз страны БРИКС, и, ну, поэтому как-то бояться, переживать этих санкций, я думаю, большого смысла нет, да, каких-то существенных потерь мы не понесем. Разумеется, да, и тем более, вот то, что начиналось в Украине, как уже понятно, что это начиналось с подачи как раз вот западного и североамериканского сообщества, а получилось то, что вышло-то это, как говорится, боком, и это мне напоминает такие вот, знаете, западные, вот, извините за выражение, глуповатые комедии, когда там, да, что-то там, да, бросим камушек, который взорвался поезд. Можно, как бы, ну, сказать спасибо нашему руководству политическому, потому что действительно удалось вот эту ситуацию, инициативу просто-напросто перехватить. Инициативу перехватить, да, у западных стран, вот, у этой новой власти в Киеве, да, и вот этот перехват инициатив, он произошел естественным образом, потому что действительно новые власти, они вызвали крайне высокий уровень неприятия в юго-восточной Украине, в Крыму, и, в принципе, изначально это было прогнозируемо. Особенно те первые шаги, новые власти, которые они предприняли, да, отмена региональных языков, но региональный язык там же не только русский, там в том числе тот же татарский, да, если брать Галицию, западную Украину, то там достаточно большое количество поляков, достаточно большое количество румынов, русины, да, то есть это коснулось не только русскоязычного населения, но вот именно юго-восточная Украина и Крым, где действительно такое, ну, очень сильное неприятие этой новой власти, да, вот вызвало крайне активный протест. И действительно здесь удивляет ситуация, когда, значит, тот протест, который был на Майдане, он легитимный, а вот тот протест, который в юго-восточной Украине, это, значит, сепаратизм, это нелегитимно. То есть можно вломиться в правительство, как вот пресловутый Саша Белый сделал с автоматом, с ножами там, со всеми гранатами сказать, вот они у меня все, и это легитимно. А когда народ выходит, значит, и говорит, не хотим мы под вашими, значит, националистами жить, но это оказалось нелегитимно, и в том числе... Да, ну, здесь как раз наши западные, так сказать, партнеры, они сами попали в ловушку, которую они создали. То есть разрушив легитимность, да, нарушив Конституцию Украины, международное право, один раз, они как бы такой открыли ящик Пандоры. Да, потому что по образу и подобию теперь вот этой новой власти в Киеве, да, начинают действовать в юго-восточной Украине, в Крыму. Да, то есть они создали такой прецедент не очень хороший на самом деле. Ну, хорошо, большое вам спасибо, скоро мы увидим дальнейшее движение в отношении Украины и в отношении Крыма, и, возможно, потом с вами встретимся, чтобы посмотреть, как вот после референдума будут развиваться события, потому что, ну, комментарии здесь нужны, нужны, важны, именно объективные. Информационная война не заканчивается, она продолжается, вот хотелось бы со стороны на это на все смотреть. Большое вам спасибо, Александр, вы смотрели информационную программу телекомпании «Город подробности». До встречи.